Ну и, конечно, в отношении с партнерами, это, значит, дела, которые между личными лицами. Экономия денежных средств и времени. Безусловно, как вот сейчас казалось, что судья у вашего города, что судебные процедуры могут тянуться очень длительное время. С пенсии ледиантеров на законе предусмотрено до 60 дней, но у нас, в общем-то, самая, наверное, длительная процедура была в течение месяца. И то по делу, которое, в общем-то, 8 лет практически висело в воздухе, был деленный конфликт, и стороны боялись, как бы, и в суд обращаться, учитывая ситуации, какие-то у них были различные проблемы. И вот по этому делу мы начали работать в декабре, и вот буквально на днях подписали медиативное соглашение, завтра приглашем в суд на его утверждение. То есть вот понимаете разницу, когда 8 лет люди жили в конфликтах, находясь практически на пограничных территориях, и каждый вынашивал вот эти проблемы, как бы, что бы, для чего это сделать. Ну вот, в общем-то, такое декабреативное соглашение расставило все точки, и, как говорится, на ВИИ, и на сегодняшний момент, они совместно решают все вопросы там, и в отделение границ, там, очистение территории и так далее. То есть обе стороны на взаимовыгодных условиях. Это очень важно в медиации. Ну, еще, наверное, важная роль в медиации в том, что, вот я правильно сказала, предыдущие выступающие, мы не ищем, кто враг, кто виноват. И все наши отношения, когда иногда не начинается там, вот кто-то там когда-то что-то сделал, мы говорим, что необходимо акцентировать, что сегодня, и как вы будете жить дальше. Вот, то есть мы говорим, строим, устраиваем отношения в будущем. Что было в прошлом, нужно простить, простить и отпустить. Это самое важное. А в дальнейшем, чтобы вот именно был диалог, были нормальные взаимоотношения. Ну, как я уже и сказала, когда решение скоро мы принимаем сами, они сами добровольно его исполняют. А сегодня не степи, что судебные решения очень часто являются просто-напросто невыполненными и неисполненными. На право работают судебные исполнители и так далее, и так далее. Но в конечном итоге, если нет возможности имущества, то просто решение не имеется, а стороны, сторона, вот, не возвращается к исполнению, и люди ждут, и, в общем-то, и решение есть, и ситуация разрешилась, и победитель есть, а результата нет. Вот медиация, вот этот момент, в общем-то, считает самым положительным. А теперь хочется сказать вот о развитии медиации в нашей области. А, значит, для развития нашей медиации, мы работаем в тесном сотрудничестве с областным суббором Североказахстанской области. Заключены меморандумы непосредственно, вот, в апреле прошлого года были заключены меморандумы североказахстанским областным суббором, значит, коллеги адвокатов, ассамблеи народов Казахстана, с нотариальной палатой, и, в общем-то, все эти вопросы частным учреждениям, сетразвития медиации, вопросы, которые, вот, именно в едином парыли, мы решаем, если возникать какие-то моменты, и помогаем в этих вопросах друг другу. Значит, в прошлом году, значит, по прокуратуре Североказахстанской области был открыт Центр правоохранительных условий. У вас тоже, может быть, он имеется, но, значит, мы тоже работаем в тесном контакте с прокуратурой. Для нас создали очень замечательные условия, когда человек приходит в этот Центр, он имеет возможность обратиться либо к прокуратуре, либо к работе.